Центральным событием празднования Дня Победы в Самаре традиционно станет парад на площади Куйбышева. Подготовка к нему уже началась. Об этом говорили на расширенном заседании Оркомитета Победы. Обращаясь с приветственным словом к участникам заседания, среди которых были кадровые военные, герои России, герои социалистического труда, заслуженные жители региона, депутаты, руководители ведомств и муниципалитетов, губернатор Дмитрий Азаров отметил, что первостепенную важность имеет поддержка и забота об инвалидах и участниках Великой Отечественной войны, вдовах, тружениках тыла, блокадниках, детях войны. Сегодня их в регионе более 9 тысяч человек. Создать достойные условия для их жизни – приоритетная задача государственной политики. Для них доступны многие меры государственной и областной соцподдержки. Дмитрий Азаров добавил, что важно позаботиться и о героях наших дней, участниках специальной военной операции, их семьях, о раненых бойцах и семьях погибших. Сегодня уроки истории – это не просто страницы из учебников и кадры из кино. Это живая реальность, которая разворачивается на наших глазах. И наш святой долг – донести до детей и внуков живую память о Великой Победе и смысл сражений, происходящих сегодня. Передать им чувство Родины, которое вдохновляет людей и на труд, и на ратные подвиги. План памятных и праздничных акций, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обширен. Только в Самаре запланировано более двух тысяч мероприятий, среди которых уже известные. Ветеран живет рядом, вахта памяти, мы помним ваш подвиг. Во второй раз пройдет акция «Лучи Победы». Прожекторы осветят памятник легендарному штурмовику Ил-2. Пройдет и концерт духовых инструментов на сопках Маньчжурии с музыкантами из Донецка, Крыма, Белгорода, Нижнего Новгорода и других городов. Думаю, что это будет серьезный вклад в воспитание молодежи. Потому что не только организационные мероприятия будут готовиться к 9 мая, а будет огромная работа с молодежью, с людьми, с ветеранами, которые даст возможность всем ощутить вот тот воздух, чувство Победы, которые были. Большое число акций торжественных церемоний будет посвящено присвоению Самаре звания «Город трудовой доблести». Ведь именно труженики тыла на заводах работали над основой будущей Победы. Пройдут уроки трудовой доблести, концертные программы, выставки, лекции, показки на хроник, документальных фильмах. И в рамках взаимодействия с городами трудовой доблести проходят Дни Единых Действий. 1 мая на Аллее Трудовой Славы будет организована церемония возложения в мемориалу «Город трудовой доблести». Пройдут в течение дня экскурсии по стелам аллеи. Кроме того, к празднованию Дня Победы активно присоединяется молодежь. Молодые люди выступают соорганизаторами множества акций. Это «Георгиевская лента» и «Свеча памяти», и «Диктант Победы», и другие. Посложившиеся в регионе традиции под окнами ветеранов пройдут мини-парады и концерты. Как членам общественно-молодежного парламента всегда поддерживают подобные инициативы, выступают в качестве организаторов, волонтеров, либо инициаторов подобных событий. Конечно, это очень важно. И важно, что на совершенно разном уровне органы исполнительной власти поддерживают эти инициативы и сразу берем совместную работу. На заседании отметили, что на территории Самарских кладбищ расположено 127 мемориалов, которые увековечили память о 529 погибших при защите Отечества. Приводить их в порядок и восстанавливать, при необходимости, помогут самарские студенческие отряды. Руководители молодежного движения отмечают, что к такой волонтерской работе у студентов всегда большой интерес, и они выполняют ее с особой гордостью. На самом деле, в том году, когда поступил большой запрос именно отправить на восстановление, мы думали, что это будет очень сложно набрать именно людей. Но на самом деле, все такие мероприятия очень активно ходят оглик у ребят. И даже сказал, что больше конкуренции за место появляется, чем проблемы найти людей. Студенческие отряды примут активное участие в формировании бессмертного полка. Участники шествия соберутся на перекрестке улиц Молодогвардейской и Некрасовской и пройдут по площади Куйбышева после прохождения основных расчетов. По всему маршруту будут установлены светодиодные экраны, где участники бессмертного полка смогут наблюдать за парадом. Андрей Грагуленко, Николай Сидоров. События.